Табулет ты моя, табулет, дай-ка я тебя, нет, не поцелую, а съем. Сегодня в нашей студии снова Дима Бараник. Во-первых, Дима, мы тебя поздравляем, что стал дедушкой. Спасибо, ребят, большое, спасибо большое. Поздравляем тебя и у нас сегодня особенное праздничное блюдо, которым ты, возможно, будешь кормить своего внука, внучку. Внука. Внука, да. И, конечно, у меня разбавилась семья. Три девочки, теперь у меня есть защитник этих девочек. Так, что за блюдо рассказать? Мой. Так, сегодня мы готовим табулет. Да, табулет. Табулет. Это восточное блюдо, пришло оно из Сирии Ливана. Основа здесь булугур или кускус. Сегодня возьмем кускус, потому что он быстрее готовится. Блюдо для завтрака, сейчас мы делаем, на самом деле его замочить, 3-4 минуты оно готовится. Используем мы сегодня лук зеленый, мята, петрушка, помидоры. И цикорий. Цикорий, мы будем в цикории подавать. У нас такие будут как тарелочки из сала, из листьев цикория. И в нем мы будем подавать уже этот наш табулет и мое табулет. Хорошо. Ну что, мы ждем, пока закипит вода, либо можем что-нибудь нарезать. Так, мы, ребята, начинаем резать лук, петрушку, берем эту калистики и умяты. А можно я? Да, конечно, пожалуйста. Запахло, на самом деле, вот зеленью, как у бабушки на грядке, лучком, петрушкой, потому что, друзья, весна пришла. Земля. Запах весны. Так, что мы делаем с помидорами? Помидоры мы сейчас будем, в связи с тем, что сейчас как бы не совсем сезон, и более жестко у них шкура, мы их сейчас будем бланшировать. Снимем с них шкуру, будет более нежный. Снимем с этого помидора шкуру. Кровавая массакра в передаче «Включайся». Мы продолжаем наш кулинарный блог. Сегодня мы готовим табуле. Зелень уже отправилась у нас в тарелку. Сейчас самое время, наверное, отправить наш кускус. Нет, сейчас у нас закипает вода. Мы заливаем ее водой, горячий кускус. Он у нас настаивается. И мы потом будем смешивать уже с салатом. Сейчас мы добавляем масло сюда, растительное, где-то в районе столовой ложки. Обязательно обращайте внимание. Еще зависит кускус очень от производителей. То, что на постсоветском пространстве делается кускус, я не знаю, они привозят его, расфасовывают здесь, оно сильно отличается от производителей, которые пришли уже с Дальнего Востока. Мы пожарили перец, сделали его чуть-чуть гриль. Сейчас мы его выкладываем. То есть, вещь, как в том, чтобы сделать гриль дома, делаем без масла? Да, просто, да. Если у вас еще есть гриль-сковорода с такими ребрами, то это будет вообще замечательно. Овощи, гриль, пацтейк, да? Но сегодня у нас постная кухня, наступил пост, поэтому без мяса. Так, теперь, Юр, пожалуйста, сюда налейте масло, чуть-чуть соли. Столовую? Да, столовую. А, у вас же это знаменитая соль. Ряночка, пожалуйста, красивый звук. Два, три, четыре. Снег пошел прямо как на минских улицах. Спасибо. Так, заливаем его горячей водой. Вы знаете, я бы со своей логикой выплеснула бы туда кускус. Серьезно? Да. Снимай. Ты свой, я свой, Юра свой. Поехали. И сейчас посмотрим, чей будет легче. Да? Слушайте, у вас тоже горячий помидор? Конечно. То есть достали людей из кипятка три помидора. Ну, честно скажу, Марьяна говорит, а у вас тоже горячие помидоры? Ничей не будет, потому что такие помидоры. Да, во всем виноваты помидоры. Сбавились от лишнего. Слушайте, мне там напоминает средневековую инквизицию помидоров. Сегодня в студии включайся. Мы надрезали помидоры, потом их варили в кипятке, они получили ожоги, и потом мы сняли с них шкуру. Инквизиция по версии Марьяны, пожалуйста. Итак, дальше что мы будем делать, Дима? Тебе карты в руки, ты тоже повар. Теперь мы их нарезаем. Мы их нарезаем. Да, мы их нарезаем небольшим кубиком, мы их пополам вырезаем у них... Сердцевину. Сердцевину. Да, сердцевину. Юра, ты можешь небольшим кубиком порезать перец. Одним? Слушайте, он пытался убежать. Ты моя, смотри, он конечно. Он еще, понимаете... Ты справишься с этим? Его ошпарили, а он еще бегает. Соединяем это все с зеленью. Юра, ты тогда паприку тоже. Так, давай, готово. Благополови нас, Дима. Три, два, один. Мы соединяем это. Смотрите, он такой рассыпчатый у нас получается. Интересно, я не знала. Я варила эту кашу, она не варилась. Нет, это кускус нельзя варить, варить надо булгур. На самом деле булгур тоже можно замачивать. И у нас за счет этого кускус рассыпчатый. Да, вот он, видишь, какой получился. До конца не остужаем. Теплые, тогда у нас начинают уже играть вкусы. Мята, зелень. Слушай, так у нас прям салатик получился. У нас салатик. У нас такой салатик и получится. На самом деле это очень здорово. Сейчас начался пост, многие постятся. И такой, знаете, легкий завтрак, очень богатый витаминами. Минералами. И минералами, да. Пожалуйста, перемешайте. Посмотрим сейчас. Диджей Марьяна, пожалуйста, миксуй. Марьяночка, теперь я тебя прошу красиво сервировать. Раз вы мне доверили украшать, то у нас получается первосвет. Подснежник. В этот подснежник мы выкладываем кашку. Кашку? Кашку? Извините, салатик. Это хорошая женщина. Это я просто в восторге. Он даже может вываливаться. Это ничего страшного, это даже очень хорошо. Нет, он не должен вываливаться. Мы готовим красиво. Мы готовим красиво, но я люблю экспрессионизм. А, да? Да. Юра, неси кисточку. Мы сейчас тут все поможем. Да, просто, понимаешь, Марьяна экспрессивная женщина. Она любит экспрессионизм. Главное, друзья, что самое приятное? Наш замечательный табуле можно использовать в качестве закуски. Вы просто размещаете их на тонких листьях салата, и каждый может сам подойти, взять себе по кусочкам, не нужно думать про тарелки, про уборку. И самое главное, это очень экологически чисто. Ну что, уважаемые телезрители, а главное, телезрительницы, в наш великий пост мы сделали для вас замечательное блюдо, которое называется табуле. Самое главное, полезное питание. Да, Марья? Да. И улыбка на ее лице. Всем приятного аппетита. Включайтесь на 1.2. До новых встреч.